Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Первый Караван. Меня зовут Валентин. И сегодня у нас на обзоре семейный немецкий прицеп WANZE 500 FDK. Прицеп у нас абсолютно новый, как я сказал, он семейный, на 6 спальных мест. Имеется бак для чистой, бак для серой, ну и все остальное в обзоре. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в передней части у нас отсутствует окно, глухая стенка, что, думаю, положительно скажется на тепловых качествах этого прицепа. Имеются ручки для поворота, две лапы для упора в передней части, рундук для подключения и установки двух газовых баллонов. И можно сложить какие-то нетяжелые вещи для караванинга. Дышло по длине у нас метр тридцать с прицепным устройством КНОТ, со стояночным тормозом, с накатным тормозом, с колесом для лифтования прицепа и с фишкой для подключения на 13 пин. По левой стороне этого каравана у нас окно, ведущее в переднюю зону отдыха. Данное гнездо у нас служит доступом к баку, это у нас заливная горловина. Еще одно окно ведет к центральной зоне отдыха. И здесь, в задней части, у нас есть гнездо для подключения питания 220 вольт. В задней же части у нас расположились два окна друг над другом. Здесь у нас находится двухъярусная кровать для детей. Ну и так же, как и в передней части, имеются ручки для поворота прицепа, две лапы для упора и габаритные огни. По правой стороне каравана сразу же у нас встречает дверь. Дверь у нас большего размера, чем стандартные европейские. Она у нас цельная, то есть на две части не делится, не имеет никакого окна, то есть такая цельная конструкция. И имеется здесь у нас москитная сетка в весь размер дверного проема. Ну и конечно, как же у нас без фиксатора для двери, чтобы ее не сносило ветром. И имеется освещение. Далее окошко ведет к кухонному блоку. И здесь же рядом у нас находятся решетки от холодильника. Это у нас для вентиляции холодильника. Как вы видите, между решетками большое расстояние. Холодильник у нас большой, высокий на 120 литров. Ну и в передней части, по правой стороне, у нас затонированное окно. Как вы поняли, это санузел, потому что затонированные окна только в санузлах. И здесь же снизу есть отсек под кассету биотуалета. Снаружи пробежались, караванчик у нас сгорит, как вы видите. И теперь пойдемте внутрь и оценим саму планировку. Итак, мы внутри. Начнем свое повествование сразу от входа и до последней комнаты. Сразу при входе, собственно, нас встречают двухъярусные кровати. Верхняя имеет ограничения по весу. Она предназначена в основном для детей. Но, как правило, они до 60-70 кг. Нижний же ярус не имеет ограничений. И уложить сможете даже взрослого. Габариты кровати в целом позволяют. У каждого яруса есть свое отдельное освещение. Там вот в конце. И, конечно, отдельное окно. Окно у нас закрывается, так же, как и все остальные окна, сеткой и шторкой. Также в этой комнате у нас имеется шкафчик для верхней одежды. И под ним находится отопитель Трума. Это у нас газовый отопитель. Имеет раздув по всему салону. Поэтому прицепчик у нас протапливается равномерно. Данная зона, кстати говоря, закрывается у нас еще вот такой вот шторкой. Это чисто визуальное разделение. И она у нас здесь не одна. Вторую мы увидим дальше уже в последней зоне отдыха. Ну, а сейчас мы с вами перейдем к кухонному блоку. Ну, а справа от входа у нас начинается кухонный блок. Здесь у нас множество мест для хранения, как и во всех немецких караванах. Сверху у нас несколько полок для хранения. Далее окошечко небольшое с сетками и со шторками. Рабочее пространство, которое имеет три газовые комфорки и раковину. Штандартный такой аскетичный немецкий набор. Ну, и снизу у нас три здоровенных отсека. Здесь у нас отсек подложки и вилки. Ну, и остальные они уже свободного назначения. По освещению. Освещение у нас здесь побольше, чем в детской комнате. Здесь у нас диодный контур идет по мебели. Два плафона на потолке. И освещение направленное на рабочую зону. Имеется люк у нас 50 на 70 сантиметров. Ну, как говорило, окошечко. Все это вместе открываем. И получается у нас здесь такой сквозняк вместо вытяжки. Ну, и последняя часть кухонного блока. Это у нас холодильник. Холодильник, как я уже говорил, увеличенного размера. Он у нас на 120 литров от фирмы Dometic. Работает, как и во всех караванах, от газа, электричества и аккумуляторов автомобиля. Ну, и давайте теперь с вами посмотрим на центральную зону отдыха. Она же у нас обеденная. Итак, центральная зона отдыха у нас представляет собой два дивана друг напротив друга и по центру столик. Ну, изначально, конечно, предполагается, что это у нас обеденная зона. Она у нас ровно по центру каравана. Дети спят в одной части, взрослые в другой. А здесь вы все вместе обедаете. Ну, а если у вас вдруг больше, чем четверо человек, это пространство можно сделать одной большой кроватью. То есть, стол у нас опускается вниз, в центр вкладываются подушки и получается у нас такое вот место. Наверное, оно тоже больше подходит для детей, либо для не очень высокого взрослого человека. По местам хранения. Здесь у нас под каждым из диванчиков есть пространство для хранения. Есть пространство для хранения под потолком, как и во всех караванах, собственно. Имеется сбоку окошечко с сетками и со шторками. И множество освещения. Также идет диодный контур по мебели. Также идут три плафончика вот такие вот встроенные в фурнитуре. И еще есть освещение направлено непосредственно на диванчик. Вот такие вот плафончики. Они выключаются отдельно и поворачиваются в удобную для вас сторону. Ну и, как я всегда люблю повторять, все освещение у нас 12-вольтовое. Поэтому все у нас это очень экономичное. И одного аккумулятора будет достаточно для отдыха. Ну и дальше мы с вами переходим в последнюю зону отдыха. Это у нас зона с французской кроватью. И здесь же у нас санузел. Итак, начнем с того, что здесь у нас имеется небольшой шкафчик с полками. Это у нас уже все то, что относится к родительской части. Также имеется шторка, закрывающая эту зону. Прицеп у нас все-таки трехзонный, поэтому эта зона и задняя отсекаются. Ну и основная кровать. Кровать у нас по длине метр девяносто пять. По ширине, наверное, порядка метра сорока. Обычно такие размеры в караванах. Снизу есть пространство для хранения. То есть мы спокойненько поднимаем здесь ламель и получаем доступ к пространству. Там у нас находится бак для серой воды, бойлер, ну и все вещи, которые идут в комплекте. Помимо мест под и, собственно, шкафчиком, есть такие же полочки. Здесь они, кстати говоря, очень и очень глубокие за счет того, что находятся в носовой части. И есть еще несколько полок, но они уже открыты у нас в данном случае. Также с правой стороны от кровати окно. По освещению идет диодный контур. Есть небольшой люк 40 на 40 сантиметров. И два плафона у изголовья, которые также освещают эту зону отдыха. Вообще эта зона оборудована множеством мест для хранения. Снизу, сверху имеются даже такие неочевидные, как вот такая вот навесная полочка. Можете сложить туда, допустим, книгу. И у подоконника здесь тоже есть небольшая полочка. Туда, например, можно сложить телефон. Поэтому с системой хранения в этих прицепах нет абсолютно никаких проблем. Ну и последний открытый вопрос у нас остался. Это санузел. Как же он выглядит? Давайте посмотрим поближе. Так, санузел у нас начинается не в отдельной комнате. Начинается он у нас прямо рядом с кроватью. С левой стороны от кровати у нас стоит раковина и зеркало. Это у нас такая вот комната, где вы будете умываться по утрам. То есть для этого не нужно заходить в отдельное пространство. Здесь у нас под раковиной есть места для хранения. Такие вот на пушах. Есть места для хранения у зеркала. То есть предметы личной гигиены есть куда их пожить. Ну и, конечно, само зеркало с отдельным освещением. И два крючка для полотенец. Ну, а там у нас уже отдельный душевой поддон и биотуалет. Давайте посмотрим поближе. Очень комфортный санузел. Хоть и небольшого размера, имеется у нас в кругу такая вот шторка. Мы ей полностью закрываемся и ничего в санузле заливаться не будет. Сможете комфортно мыться. Имеется уже выведена душевая лейка и отдельное освещение. В моменте, когда мы не моемся, санузел выглядит вот таким вот образом. В конце находится биотуалет. В данном случае это дометик. Поворотный, с автоматическим смывом, с индикаторами заполнения. Современный туалет. Ну и, конечно же, душевой поддон. Душевой поддон с таким углублением, чтобы ничего не расплескивалось. Довольно большого размера. Ну и любой вес, конечно же, выдерживает. Ну и помимо всего прочего, у нас есть несколько полочек и окошко в этом прицепе. Окошко также с сетками и со шторками, хотя оно затонировано. Мы говорили снаружи. Ну, отдельное освещение, вентиляционный выход и контур для шторки. На этом все. Давайте подведем итоги. Итак, что хочется сказать в итоге про этот прицеп? На самом деле у него масса преимуществ. Начнем с того, что это многоместный прицеп. Сюда можно уместить до шести человек. И второе преимущество это то, что при его большом количестве мест здесь совсем небольшие габариты. То есть прицеп у нас одноосный и является довольно проходимым. Очень светлый прицеп. Множество освещения контурного здесь, опять же, несмотря на его стоимость. Большой холодильник и уже нормальный, полноценный, комфортный душ. Поэтому приезжайте к нам на площадку, оцените это предложение, оцените другие наши варианты на площадке. Ну и подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Всего доброго. Попешествуйте.